И начать конференцию «Артлайв. Современные аспекты концепции профилактики медицины» я бы хотел с представления слова от директора по науке, доктора технической науки, Андрея Сеичевековцева, с презентации степительных слов о современной концепции развития медицины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете, название нашей конференции четко обозначает путь в развитие компании «Артлайв». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть это стратегия. То есть это стратегия. И сегодняшняя конференция будет подтверждать, что мы будем накладывать химических результатов, эффектов, которые при этом не связаны с текастным воздействием на человеческие организмы, а будут связаны, в первую очередь, с регуляцией и оборачивающих факторов. Получение, с чего остался человек, его метаболизм и получение тех стабильных результатов, показателей, которые сегодня накладывают, в том числе изучение. Это не исключает. Потому что питание является в их единственном, одним из главных, главнейших эволюционных факторов развития на Земле жизни. Это связано со всей, так скажем, эволюционной системой, которая насчитывает миллиарды лет. И нарушать свои законы, хотим или не хотим, никому не будет возводить. И каждый день мы с этим сталкиваемся, но в современных условиях мы видим, что наше питание, наша структура социальных отношений, условия жизни, тренирование общества как такового, все дальше и дальше отступает от этого плана идеологического. По сути дела, человек создал Святой Виталии и стал чужим для окружающей среды, который его создал. Мы туда не можем войти без специальных средств, как у этих космос, без скафагов. Наши продукты, пищевые, не обладают теми свойствами, которые в нас стоят и которые заложены природой в наше развитие, в наше эволюционное. Изучая с этих позиции, изучая эти вопросы, мы начинаем многие вещи понимать и воздействовать на наш организм, но в приятных образах предотвращая или корректируя те последствия, которые мы видим в виде традиционных экологических форм заболевания, которые, по сути, являются адаптивными реакциями, как манифестирующие определенные симптомы тех или иных заболеваний. Достижение в области диагностики, достижение в области аналитики, эспертной медицины породило новое направление, которое все равно нас приводит к тому, что нужно корректировать пищевый статус человека, создавать условия для того, чтобы та биохимическая века получила правильное направление, чтобы та биохимическая века нам давала все необходимое в той форме, в которой мы должны существовать для нашего метаболизма. И следуя этим путем, мы занимаемся разработками, мы вкладываем большие средства для того, чтобы обеспечить эти технологии. И сегодня, находясь в Москве, я могу сказать, что идет запуск оборудования, которое компания приобрела для масштабирования в мио-технологических препаратах. Вот я уезжал сюда, мы начали запустить первый реактор, который начали культиваться. Понятно, что это продукт будет, который будет сон, то есть это стартная такая партия, потому что в честь персонала нужно документы оборудовать, то есть культуру производства создать. Но эти все процессы приятные, потому что мы теперь имеем все необходимое для того, чтобы свои мечты осуществить, чтобы мы могли дальше двигаться. Я думаю, что аплодирую, потому что культурный дорогой устроил. Ведь нужно решиться, когда вы дома начинаете мечтать, на чем ты думаешь, а какой установить, а студию вообще его покупать. И когда это случилось, вы понимаете, да как я без этого врача жил, существовал. Вот примерно такая ситуация. То есть то, что это только капиталовложение, это большая работа, это и тариф. А самый монтаж, он произошел достаточно быстро. Вот когда у нас были фестивали успеха, да, эскурсии, то сегодня вы уже не узнаете это понижение, вы увидите, что там уже все зажурчало, заработало. Зажурчало, зафункционировало. Вопрос к каждому полет не решается. То есть мы создали, по сути дела, новое предоставление, которое включается для перед технологическую лабораторию, самопроизводство самостоятельное, самодостаточное. И поверьте мне, что родился еще этот проект. Он дано, как он сказал, что называется подпрыгом. Это создание биоманикулярных лабораторий. Это лаборатория, которая позволяет заниматься непосредственно конструированием на киногенном уровне свойств в пробиотиках, оценка этих свойств, закрепление. То есть нормально, она такая работает. Нужно еще будет немножко вложить, как я сейчас. Я, Александр Владимирович, я понимаю, уже готовы дать удовольствие, потому что он и на какой мере будет покупать там, может. И планировали присутствовать помещение, и оно выделено. Это предмет, где стояли чайные линии, на основном, это предмет, да, вот кто был в экскурсии, а пустой такое место есть. При этом это подразделение будет еще и учебным центром для специалистов, потому что их не так много, их нужно готовить. В том числе государственного университета, где сформировано направление получения теплов государственного образца, где будет записано инженер хью технолок. Потому что такой специальности не было введено в год, и сейчас теперь эти технологии занимались агроком, хотя бы ни одного там, как говорится, живого не посадила там, но он не плотно написал, потому что она хочет, но он хочет, чем в культуре. Вот такая была система образования, конечно, надо это миру. И таких специалистов много, да их немного и в мире вообще. И, ну, это дело, что они в передовых странах, как говорится, не так много. Недавно компания приезжала, делегация, в Малайзии, в лице, наверное, замгубернатора Суматры, там, с бизнесменами, в поисках, идеи, технологий или продуктов здорового питания, которые бы можно было принять на той площадке, в этом направлении, с учетом традиций, культуры. И эти проблемы, которые мы осуждали, не равны, они стоят перед всем. И поиск решений. Проблема, конечно, создает такое движение, такой движуху, бездетимый. Конечно, это нам помогает вести направление, потому что мы видим свет в конце тренера, и мы видим, что это нужно, и, главное, знаем, что когда он остается с констюрентом, то есть, что мы можем сделать, это очень важно. Буквально прошли, что в четверг, в четверг по числа, я был на большом конгрессе в Кузбассе, который проводил администрации на государственной пищевой безопасности и пищевых искусствах в Кузбассе. Для присутствовали два академика, где... Четыре дня этот форум подождался, я уехал, потому что я уже был сюда лететь, в Москву. От средней пищевой искусств создавались программы, которые мы позволяли уже с учетом того, о чем мы с вами всем говорим, кроме ракома пищи, корзины, продуктовые наборы и технологии взрывать в журналовости. Те же колбасные изделия, допустим, как и у нас в рейд, обеспечивают традиционную присутствую на рынке, если мы там вводим премиотики, допустим, протеонокислые бактерии. Они снижают нитрогенность. То есть консервированные с этих продуктов 80% делали более безопасными, более полезными. То есть это называется хлебопечение, шивные хлеба, которые не обязательно могут быть на доживую безопасность или на палеотическую культуру. И тем больше это надо вводить в нашу веку. На разных уровнях, на разных уровнях, через разные рынки и татэн-татэн. И эту задачу мы успешно решаем. Вместе с вами. И сегодня, завтра, и доклад я буду готовить останавливаться на этих разработках, на тех перспективных программах создания, которые сегодня будут доступны и в ближайшее время сети сводок вот этого оборудования и технологий, которые я вам говорю. Дикостью вам пожелать хорошего настроения, удовольствия работы на нашем форуме, приехать с зарядом энергии, бодрости с твоей дороги и провести за собой с помощью этих полученных знаний новых людей, новых партнеров. Всего хорошего вам. Спасибо за это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова